В эфире еженедельная программа «Закон и город» в студии Елены Ветрова. Здравствуйте! Мошенники знают, как можно быстро заработать легкие деньги. Истории, которые они рассказывают доверчивым гражданам, тянут как минимум на «Оскар». А люди верят злоумышленникам. И разочарование к ним приходит, к сожалению, только после того, как со счета по вине телефонных аферистов списываются внушительные суммы. Так произошло и с потерпевшим, которого более чем на миллион рублей развели в течение нескольких минут мошенники. Внимание на экран. Не прилагать никаких усилий, а стать обладателем выигрыша в 100 тысяч долларов – мечта любого смертного. Когда мужчине раздался подобный телефонный звонок, а на другом конце провода молодой человек представился финансовым консультантом, размышлять о том, кто это такой, и тем более перепроверять эту информацию потерпевший точно не стал. Как пояснил ему звонящий, выигрыш в размере 7 миллионов рублей он сможет получить сразу, но совершив несколько несложных формальных операций. Его попросили оплатить процент от суммы для вывода средств. Мужчина не стал долго размышлять и перевел деньги на указанный злоумышленникам номер банковского счета. Сумма составила 1 миллион 200 тысяч рублей. Радость у обладателя выигрыша была, увы, недолгой. Почти сразу после звонка с неизвестного номера ему пришлось обращаться за помощью в правоохранительные органы с заявлением о мошенничестве. По факту хищения средств возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество». Сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление и задержание причастных к совершению противоправных действий. Помните, что сотрудники либо служба безопасности банков никогда не будут звонить вам и сообщать о каких-либо финансовых операциях по вашим счетам. Никому не передавайте ваши персональные данные или данные о картах. На что рассчитывал хозяин дорогой иномарки, когда инсценировал ДТП с участием своего автомобиля, а потом как ни в чем не бывало обратился в страховую компанию, чтобы получить компенсацию, теперь выясняют стражи порядка. Подробности в нашем следующем материале. Пострадавшие в ДТП водители, обращаясь в страховую компанию, нередко пытаются обмануть оценщиков и предоставляют несоответствующие действительности документы. Так произошло и на этот раз, когда хозяин автомобиля «Мерседес» приехал в представительство и попытался по поддельным документам после лжеаварии получить со страховой ни много ни мало 200 тысяч рублей. Это и вызвало подозрения у представителя службы безопасности, после чего он подал заявление о мошенничестве в полицию. В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудники установили, что 27-летний ростовчанин инсценировал дорожно-транспортное происшествие, а повреждения, указанные им в предоставленных документах, увы, не соответствуют действительности. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 159.5 УК РФ «Покушение на мошенничество». Фигуранту избрано мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Всего несколько десятков шагов не хватило потерпевшему, чтобы благополучно дойти домой. Злоумышленник набрасывался на свою жертву, выхватил у мужчины сумку и скрылся с места происшествия. Чем закончилась эта история, мы расскажем вам прямо сейчас. В отдел полиции номер 3 у МВД России по городу Ростова-на-Доно обратился мужчина, на которого было совершено разбойное нападение. Благодаря своевременному обращению и слаженным действиям оперативников, еще через несколько часов подозреваемый в грабеже мужчина был задержан. Как оказалось в дальнейшем, ранее подозреваемый неоднократно был судим за кражу и разбойные нападения. Восстанавливая хронику событий, полицейские установили, что потерпевший возвращался с работы домой, когда к нему подошел неизвестный, набросился на свою жертву, применяя при этом физическую силу и вырвал из рук сумку, а также сорвал с шеи мужчины цепочку. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Украденное возвращено законному владельцу. Подозреваемый вошел во вкус. Совершив однажды кражу и не понеся за это наказание, он надеялся, что фортуна будет снова на его стороне. Но на этот раз он оказался там, где и должен находиться злоумышленник. Разумеется, под стражей. Устанавливая в свою машину самую лучшую музыкальную технику, мужчина вряд ли мог подумать, что уже совсем скоро он ее лишится и будет подавать заявление в полицию о том, что кто-то украл его все навороты. Уже в скором времени оперативники за совершение этого преступления задержали 24-летнего подозреваемого. Правоохранители установили, что фигурант взломал замок в автомобиле и похитил оттуда автомагнитолу, самбуфер и колонки. В ходе дальнейшего расследования полицейскими была установлена причастность данного гражданина еще к одному эпизоду противоправной деятельности. После каждой кражи подозреваемый сдавал все украденное в ломбард. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 ст. 158 Уголовного кодекса РФ «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Оказаться вовремя на месте, а тем самым спасти жизнь человеку, удалось участковому Максиму Волчинскому. Три дня пенсионерка пролежала без движения на холодном полу. И все эти дни на плите у нее грелся чайник. О том, чем могла закончиться эта трагедия, сегодня даже предполагать страшно. Но, к счастью, все обошлось без жертв. Подробности в материале моего коллеги Василия Горина. Участковому отдела полиции номер 1 Управления МВД России по городу Ростову-на-Дону позвонил житель города Москвы и сообщил, что уже три дня не может дозвониться своей матери. Незамедлительно капитан полиции Максим Волчинский выдвинулся на указанный адрес, но дверь ему никто не открыл. Полицейский обратился к соседке, которая рассказала, что близко знакома с Валентиной Ивановной, но уже несколько дней она не выходит из квартиры и не отвечает на звонки. По прибытию на место я постучал в дверь квартиры, позвонил на домашний телефон. Однако никаких действий стороны Черкассы Валентины Ивановны в мой адрес не последовало. Далее я пообщался с соседями, чтобы узнать, когда ее в последний раз видели и в возможных обстоятельствах ее пропажи. Соседи пояснили, что Валентину Ивановну видели на протяжении трех дней назад. Далее у меня было принято решение о вскрытии двери. После того, как дверь вскрыли, я зашел в квартиру, проследовал зал и обнаружил ее лежащим на полу практически в бессознательном состоянии. Капитан полиции Волчинский незамедлительно вызвал скорую помощь, после чего подложил ей подушку под голову. Полицейский ни на шаг не отходил от хозяйки квартиры. Пролежав трое суток с нарушенным сознанием, с нарушенными неврологическими функциями, пациентка была спасена участковым, который взломал дверь, оказал первую помощь. В результате чего пациентка была доставлена в стационар, где ей был установлен полноценный диагноз. Стационар, располагающий всеми возможностями для лечения инсульта в любого типа, в данном случае ишемического инсульта. И продолжает, в общем, на данный момент успешное лечение с применением к самым саморезным диагнозам. Ну, если бы участковый быстро не отреагировал бы, то, скорее всего, уже Валентина Ивановна уже, может, и не могла бы быть уже в живых. Потому что, во-первых, у нее случился инсульт, она лежала на полу несколько дней, обездвиженная. Балкон открытый, ей было очень холодно, это сейчас она вот рассказывает. Так что, если бы он вовремя не успел бы, может быть, ее даже и не было бы сейчас в живых. Сейчас пенсионерка находится в медицинском учреждении. Ее жизни и здоровью ничего не угрожает. По словам врачей, малейшее промедление могло стоить пациентке жизни. Благодаря грамотным и оперативным действиям полицейского трагедии удалось избежать. Когда Валентине Ивановне стало лучше, капитан полиции Волчинский навестил пенсионерку в больнице, узнал о ее самочувствии, пожелал здоровья, благополучия, а также быть более аккуратной и предусмотрительной. Как вы себя чувствуете, Валентина Ивановна? Как ваше состояние, здоровье? Да, хорошо. Хорошо? Поправляйтесь, не болейте. Спасибо. Главное – здоровье, чтобы было у вас со здоровьем все хорошо. Я очень благодарю за то, что он не прошел мимо случающихся пенсионеров. В настоящее время решается вопрос о поощрении сотрудника полиции. В условиях непогоды, которая несколько дней не покидала наш регион, сотни водителей оказались один на один со стихией. К счастью, инспекторы ГИБДД помогали на месте тем, кто нуждался в помощи, а также вызывали другие службы для спасения людей. На 867-м километре автодороги М4 Дон в ходе патрулирования сотрудники ГИБДД заметили стоящий на обочине микроавтобус «Форд». После того, как полицейские подъехали ближе, водитель рассказал им, что едет из Воронежа в Адыгею, но машина заглохла, и попытки самостоятельно устранить поломку не увенчались успехом. Для оказания помощи инспекторы остановили попутный грузовой автомобиль, который с помощью троса отбуксировал микроавтобус до ближайшей станции технического обслуживания. Специалисты устранили неисправность, после чего житель Адыгея смог продолжить свой путь. Еще один случай произошел в тот же день недалеко от поста Миллеровский. Там произошло дорожно-транспортное происшествие. Во время оформления аварии инспекторы ГИБДД заметили, что у «Газели», водитель которой был жителем Твери, из-под капота идет дым. Стражи порядка незамедлительно воспользовались своими огнетушителями и локализовали возгорание, после чего помогли водителю добраться до ближайшего автосервиса. Также в дни ненасти сотрудники ГИБДД помогали выталкивать из заносов автомобили, водители которых не справились с управлением и съехали с дороги. В более серьезных случаях инспекторы вызывали на помощь спецтехнику и эвакуаторы. Слова благодарности в адрес полицейских, которые не остались равнодушными, поступали в те дни и от водителей, и пассажиров, оказавшихся в сложных погодных условиях. В управлении Росгвардии по Ростовской области проходят учебно-методические сборы подразделений. Участниками данного мероприятия стали снайперы и гранатометчики ОМОН города Новочеркасск. Сотрудники ОМОН прибывают в ведомственный учебный центр Кадамовский ранним утром и остаются там с наступлением сумерок, так как одна из главных задач – отточить навыки стрельбы из снайперской винтовки и гранатомета как в дневное, так и в ночное время суток. За все время нахождения на полигоне бойцы оттачивают навыки стрельбы из автомата Калашникова, пистолетов Макарова и Ерыгина, ведение тактической стрельбы и стрельбы из укрытия. Также они сдают нормативы по разработке и сборке оружия, закрепляют знания о мерах безопасности при обращении с ним. Сегодня личный состав ОМОН управления Росгвардии по Ростовской области проводит стрелковые тренировки на полигоне учебного центра номер один Южного округа войск Национальной гвардии. Отрабатывают, согласно курсу стрельб 20-го года, контрольные упражнения из пистолета и автомата. Также сегодня завершаются сборы гранатометчиков и снайперов, проводятся итоговые занятия на соседнем стрельбище. С Росгвардейцами проводят практические занятия по ориентированию на местности, тактика специальной инженерной медицинской подготовки и связи. Подобные сборы проходят регулярно для всех подразделений. Их цель – отработать все необходимые навыки для выполнения служебных задач на высоком уровне. А на сегодня это все новости, которые мы успели вам рассказать. В студии с вами была Елена Ветрова. Берегите и цените друг друга. Всего вам самого доброго. Субтитры подогнал «Симон»!